добрый день коллеги мы продолжаем нашу конференцию у нас пятая секция на русском языке все доклады и первый доклад прочтет климова ксения анатольевна особенности кипрской народной мифологии по экспедиционным материалам из села алуна пожалуйста ксен анатольевна здравствуйте дорогие коллеги я сейчас запущу демонстрацию экрана и прошу вас сказать все ли хорошо видно 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 ведь на полный кран да все работает да спасибо итак мой доклад называется особенности кипрской народной мифологии по экспедиционным материалам из села алуна и я для начала расскажу о экспедиции которую мы проводили силами нашей кафедры к ней присоединились еще другие наши коллеги из института славянного ведения эта экспедиция прошла на кипре в селе алуна с 20 июня 2016 года по 4 июля 2016 года руководителем экспедиции была я и участники экспедиции перечислены на слайде это наш коллега максим максимович маккарцев из института славянного ведения бакулева ольга александровна выпускница нашей кафедры независимый исследователь и студенты нашего отделения на тот момент сейчас уже выпускники нашего отделения которые успешно работают в том числе в сфере византийской новогреческой филологии ну вот на следующем слайде фотография нашего такого ужина в селе алуна наши экспедиционные группы соответственно дальше на карте чтобы было понятно о каком регионе идет речь алуна обозначена вот здесь вот красным кружочком то есть это прям совсем центральная часть кипра очень интересный регион с точки зрения языка и традиционной культуры не испорченный влиянием туристов село алан расположено в центральной части острова кипр в горном районе троудоса в 53 километрах от никосии это место не является популярной точкой туристических маршрутов постоянное население составляет всего около 100 человек по нашим наблюдениям средний возраст составляет 70-85 лет на праздники во время отпусков и летних каникул число жителей увеличивается в несколько раз по данным переписи 2011 года в аланье проживало 67 постоянных жителей но остальные как я уже сказала приезжают в село во время праздников и отпусков а в середине 20 века в селе насчитывалось 700-800 постоянных жителей то есть село было достаточно большое сейчас оно находится в состоянии упадка тогда же работала начальная школа которая сейчас закрыта за неимением учеников традиционно жители торговали местным фундуком миндалем розовым маслом и фруктами черешни винограда груши виноградом грушами и так далее большой известностью на всем кипре по сей день пользуется зевания из алланы и в селе ежегодно проводится фольклорный праздник зевании юрдит из зеваниас который проводится летом мы на него не попали он ближе к августу проводится когда как раз эту зеванию и изготавливается находится она в регионе с точки зрения административного отделения в области некосии и расположена как я уже сказала в северной части троудоса между вершинами мадарис и папуцас на высоте 1200 метров известно аллана с начала периода франкратии на кипре примерно 12 век первые жители переселили селу аллана и села кардаки после эпидемии чумы да и с этим селом кардаки также связано наименование одной из главных церквей аллана который я тоже скажу это панагия кардакиотис ну вот на следующих слайдах вы можете посмотреть фотографии я сделал их в таком большом формате чтобы вы могли насладиться этими красотами кипра очень такая традиционная деревня с традиционной каменной мостовой с традиционными домами очень живописная да вот сейчас видно что жителей уже осталось очень мало но и жаль конечно что туристы они приезжают в большом количестве потому что действительно деревне ничем не уступает например знаменитой деревне как о патриарх да все приезжают за такими фольклорными традиционными впечатлениями вот мы видим что используются и по сей день какие-то элементы традиционного фольклорного календаря в частности вот эти венки которые вешаются 1 мая на двери окна домов там и были летом но вот некоторые такие засушенные венки наблюдались вот ну и здесь вот на фотографии справа мы видим традиционную печку фурнус в котором также в которой также выпекается и по сей день хлеб на следующем слайде представлена фотография маленькая часть наших информантов я просто хотела продемонстрировать каким образом мы собираем всю эту информацию архивируем ее это наши дорогие коллеги наши информанты я хотела бы пользуясь случаем также поблагодарить йоргаса чакаса моего друга известного режиссера кипрского который нам помог с организацией этой экспедиции и уже когда мы приехали в экспедицию выяснилось что алана являлась не просто местом которое нам посоветовали из-за самобытности традиционной культуры а родной деревней йоргаса чакаса так что мы познакомились там и с его близкими родственниками с мамой с папой с братьями и так далее всего нами было опрошено 36 информантов и вот как раз на слайд не вошла нижняя часть таблицы где были представлены самые наши возрастные пожилые информанты 21 и 22 годов рождения очень хочется надеяться что с ними и сейчас все в порядке но вот некоторые фотографии наших информантов самых наших активных которые нам все рассказывали вот как раз самая пожилая чита 21 и 22 года рождения с ними конечно было достаточно сложно работать потому что они говорят исключительно на кипрском диалекте вопросы наши задавались на стандартном греческом языке работали мы традиционно по вопроснику анны аркадьевны плотниковой но ответы получали в разных видах и на диалекте кипрском и в том числе на таком стандартизированном варианте кипрского диалекта и на новогреческом стандарте такой вот парадокс исследователя да то есть нам старались информанты донести донести информацию как можно более доступно для наших студентов и для меня лично ну вот и на этой фотографии представлен как раз йоргос чака со своей мамой которая тоже дала нам ответы на все вопросы нашего знаменитого этнолингвистического вопросника вот таким образом у нас проводились интервью в этом раю кипрском да это просто центральная улица села алуна чтобы вы понимали и единственная существующая там кофейнио да кофейня где мы с информантами в основном и встречались проводили в том числе групповые а также индивидуальные интервью и так этимология села алуна не представляется на сто процентов ясный потому что ну скорее всего она восходит к слову алони гумно почему деревня получила такое наименование есть несколько объяснений по словам наших информантов потому что там был сельскохозяйственный район соответственно можно было увидеть гумно везде или второй вариант потому что она сама выглядит как одно большое гумно да соответственно салуна или петралуна у нас таких очень много топонимов в греческом языке и этот вариант нам представляется наиболее правдоподобным в этой ситуации ну вот посмотрим теперь на общий вид села алуна действительно среди гор мы видим что алуна занимает вот такую долину да которая действительно может быть сопоставлена с гумно основные церкви села алуна это айоз йорйоз вот церковь которая была как раз видна на предыдущем слайде панаге кардаки офиса церковь которая представлена на этом слайде которая была выстроена в честь чудотворной иконы из кардаки которую принесли с собой переселенцы основавшие село алуна и по сей день эта церковь является одной из самых популярных вообще в регионе никосии потому что считается что эта чудотворная икона помогает женщинам кормящим у которых нет молока и также помогает коллеги прошу прощения кто входит в конференцию пожалуйста выключайте микрофон я выключила итак значит я говорила о том что это чудотворная икона которая в том числе согласно родным представлениям помогает женщинам бездетным да обрести заветное потомство вот и есть еще третья церковь святого николая но теперь перехожу собственно к теме моего сегодняшнего доклада поскольку про село алуна я уже рассказывала экспедиция как видите прошла достаточно давно так что материалы были обработаны и представлены и на предыдущих конференциях итак что касается народной мифологии я пойду будучи лингвистом от лингвистики мы будем рассматривать мифологическую лексику лексем значит по нашему вопроснику мы собирали в том числе лексическую программу анна аркадьевне плотниковой и из лексической программы из таких вот известных балканизмов нами был собран балканизм стрингла который встречается на всех странах во всех странах балканского полуострова но в селе алуна используется это слово только в переносном значении то есть ведьма в кавычках да сварливая злая женщина нами не были зафиксированы какие-то развернутые мифологические нарративы связанные с этим персонажем лексема арапис арапа который мы сегодня услышим и доклад нашей коллеги ирины витальевны в этой же секции да через несколько минут преимущественно как ругательство но не как мифологический персонаж напомню что на общегреческом пространстве как мифологический персонаж арапис чаще всего выступает как дух хранитель локусов каких-то природных объектов колодцев деревьев лесов и так далее сокровищ да очень часто эксема дракус используется в разных значениях во-первых дракус в значении антропоморфный такой персонаж древний человек гигант и с этим связываются рассказы о такой драконовой кладке о больших камнях которые находят и сейчас в разных местах и рассказываем что раньше люди были такие драки большие с высокими антропометрическими данными которые могли строить такие циклопические сооружения дальше дракус также представлен как мифологический персонаж в значении демон хранитель воды это классический сюжет со святым георгием и дракоса да то есть вот этим драконом который охраняет воду но его переводить как дракон мы со всей имеет визуальные характеристики дракона в русском понимании этого слова также дракус используется в переносном значении как человек разбогатевший за счет других и от него используется производный глагол дракяжо становиться дракосом да например в выражении то есть он превратился в такого дракоса который загребает все богатство себе соответственно здесь мы можем делать вывод что дракос он используется и в значении или использовался раньше в том числе мифологического персонажа хранителя клада лексема ламия также фиксируется в фразеологизмах тоже без развернутых нарративов как такое антропоморфное чудовище которое много ест да и используется во фразеологизме он ест как ламия жадный человек очень много ест телонион дух привидения в значении такого общего привидения каких-то духов которые ходят особенно в специфических местах мифологизированных или в заброшенных домах и также стихион дух привидения и стихиомэйнон превратившиеся в духа привидения либо это используется в значении мест стихиомэйнон шпитин допустим да какой-то дом с привидениями где завелись привидения женские мифологические персонажи связанные с водой нереиды для общего греческого пространства представлены и как конечно же стандартизированный вот этой лексемой нераэдос но это опять же может быть таким вот парадоксом исследователя потому что мы задавали вопрос через них но специфические лексемы которые мы зафиксировали в алуне это анаэрандес с а начальным который может быть связано не только с просто приставочным а но в том числе и с анимус аэрос поскольку они передвигаются по воздуху и наиболее распространенный вариант был колес енечес да что очень интересно потому что вписывается в общую систему номинаций этих женских логических персонажей и фемистического характера да и апотропеического характера в отношении этих мифологических персонажей было зафиксировано множество мифологических нарративов текстов было записано много это преимущество поверья запреты поговорки развернутого нарратива с началом с вот этим вот саспенсом и с концовкой, которую мы фиксировали на территории Греции, например, на Инических островах, мы не нашли, однако мотивы, которые нами были зафиксированы в Аллане, мы можем выделить. Так, эти колезьи нейчес крадут младенцев, здесь крадут поставлено в кавычки, потому что считается, что они влияют на этих младенцев, оказывается резоносное влияние, так что младенец начинает чахнуть, заболевает и в итоге умирает. Считалось, что его таким образом украли эти нереиды. Привязывают жениха, после чего, значит, согласно нарративам, молодой человек после встречи с такой вот нереидой не может жениться, ему не нравятся никакие другие девушки, кроме той нереиды, с которой он познакомился. Танцуют, танец нереид, это очень распространенный мотив, и также моют и расчесывают свои длинные волосы, в основном возле источников с пресной водой, где они и встречаются. В переносном значении используются как красивые девушки для обозначения, блондинок с длинными волосами, красивых девушек, что, в принципе, характерно вообще для греческого ареала. И если мы посмотрим на карту разных номинаций мифологического персонажа типа нейраида по всем греческом пространстве, мы видим, что на Кипре мы встречаем разные вот эти вот типы номинаций. Нас наиболее интересует эфемистический вариант, вот этот кружочек, колес и нечес, как мы уже видели. Но такой же тип номинаций встречается и в других областях греческого мира. Вот я уже сказала, ионические острова, вот здесь вот Старая Лаза, да, и разные острова Эгейского моря. А тип Анейраида, Анейраида, да, мы тоже фиксируем, как и здесь, на Кипре, но также мы его фиксируем и на островах Эгейского моря. Это как бы в основном южная часть, оно встречается также и вот здесь вот номинации, допустим, Сэрос, тоже эфемистические названия, во Фракии, эфемистические названия и также на Ионических островах. Интересно, что здесь кипрский диалект, он, естественно, составляет такую общую, общая цел, общий реал с островами юго-восточного Эгейского моря, что логично, и с точки зрения дилектологии, это тоже всегда так, да, являясь таким известным признаком, выделением, лексическим признаком выделения этих говоров в единое целое. Святочные демоны, которые называются каликандеры на территории греческого мира, и о них мы подробно рассказывали в предыдущих конференциях, в Алане, согласно кипрской традиции, называются скалапундари или общий родовой лексем из Сатанавес. Наибольшее число быличек было зафиксировано в отношении именно этих мифологических персонажей. Используется это лексема в том числе и в качестве родового понятия, и основные мотивы, которые выделяются в нарративах, это то, что эти скалапундари воруют сладости, мочатся в очаг, в основном на залу, после святок эту залу нужно было выбрасывать, потому что считалось, что она таким образом испорчена этими испорождениями каликандеров. Садятся верхом на человека, ездят на нем верхом, танцуют на гумне, танцуют на перекрестках, это те же самые локусы, которые встречаются в отношении колес и мечес, играют на музыкальных инструментах, случайно показывают свои ослиные попытки на месте ног, это может быть одним из важных признаков идентификации этого мифологического персонажа, который в принципе имеет антропоморфные характеристики и может не быть опознан как мифологический персонаж, если не заметить его ослиные ноги. И генезис каликандеров от умерших некрещенных младенцев в нарративах также всегда особо упоминается. Также нами были зафиксированы родовые названия мифологических персонажей, так называемые персонажи с ослабленной субстанциональностью, которые не имеют развернутых характеристик внешнего облика, функций предикатов, и это, как вы видите, достаточно большая лексическая группа. Какой-то голос, который зовет кого-то и так далее. Что касается ходячих покойников, это лексема в Аллане бытует в виде буркарос, жадный, ненасытный человек, возможно, этимологически от бурки, мешок для еды, потому что он постоянно хочет, как ненасытный бурлок, бродит и хочет выпить крови. А также существует отдельная специфическая кипрская лексему хуллас, это демон пугала для непослушных людей, который, в принципе, может быть сопоставлен с общегреческим бабулас. Персонификации болезней смерти, которые мы обнаружили, это общегреческая панукла, чума, и фауша, это наиболее распространенный кипрский вариант этого названия, используется в том числе в проклятиях, так ругаются, проклинают друг друга, пусть придет фаус, и тебя заберет. Влойя или вланкара, это оспа, персонификация этого явления, этой болезни, представляется в виде черной тучи, которая накрывает село, и дальше все заболевают, и традиционная персонификация смерти в виде харус. Человек, обладающий сверхъестественными способностями, который, по поверьям, может видеть нечистую силу, называется в аллоне алаврустишотис, простите, алаврустишотис, множественное число, от прилагательного алаврус, которое происходит от элафрис, да, легкий, и стихо, стихо, дух привидения. Можно сопоставить эту рексему с общегреческим алавруискитос, это человек с легкой тенью, как мы знаем. Для говора Аллона не характерен компонент тень, искиос, хотя были зафиксированы металлогические мотивы, связанные с тенью. Например, нельзя сидеть в тени больного человека, чтобы не заболеть, нельзя застраивать тень человека, то есть при строительстве дома, если тень человека падает на фундамент, то нельзя сверху пласть кирпичи, потому что, иначе этот человек станет стихио, станет привидением этого дома. Ну, соответственно, усеченный вариант также был зафиксирован и алаври, он также распространен в значении вот этих людей, которые могут видеть нечистую силу, которая не всем показывается. Сглаз называется традиционным общегреческим лексом матьязьма или эхикакон матин, то есть у него плохой глаз, плохой ну, сглаз по-русски будет. Считалось, что наиболее глазливым таким урочливым взглядом обладают люди с голубыми глазами, что характерно вообще для южных регионов Греции. Голубые глаза, интересно, что в говоре аланы называются катикаматья, то есть кошачьи глаза, да, потому что у нас у кошек такие светлые глаза. И также считалось, что урочливым взглядом обладает человек со светлыми волосами, русуш или ксанкос. Вот, ну и, соответственно, была зафиксирована такая поговорка если рыжие волосы и глаза голубые, то это отродие дьявола, отродие салтаны. Оберегами от глаза традиционно является амматопетра, то есть это хаймали, да, глазик, голубой камушек с изображением глаза, хандра, а также крест, гвоздь или любой другой железный предмет, соль, ну, иногда еще встречается хлиб. Интересной эксемой, которая была зафиксирована, является какаустья от кокос и август. Какаустья вписывается в общую канву представлений о первых трех или шести дней августа, иногда это может быть до 15 дней, которые считались опасными. В эти дни соблюдались запреты на контакты с водой, нельзя было купаться, стирать, мыть, мыться, и, конечно, соблюдался запрет на свадьбу в этот период, что, в принципе, подтверждается церковной традицией, потому что выпадает это время на успенский пост, когда свадьбу проводить нельзя. В переносном значении это слово означает счастье, горе, может употребляться в том числе в отношении человека. Туттошине как аустья. Ну и, соответственно, вот эти 12 дней августа могут также называться вовекамерон, 12 дней августа, ну и, соответственно, про август тоже есть такая поговорка аустус, черпаустус, черпали на архитоусту. Снова наступает начало августа, что очень плохо для всех жителей села. Лексемой муя, муха, обозначается младенческая болезнь, которая, согласно народным поверьям, съедает младших детей. Это интересная обычая, которая связана с перепеканием первенца, и это находит свои параллели и в общегреческой традиции, и в общебалканской, и в славянке. Бывали случаи, когда после рождения одного ребенка младшие братья и сестры умирали в младенчестве. Тогда говорили, что у старшего ребенка муя, муха, болезнь, которую съедают младших. То есть она, кстати, проявлялась, видя такой вот черной какой-то точечки на носу у человека. Говорили, что вот у младенца есть родинка, которая является вот этой муя, мухой. В таком случае брали первенца, запекали его в печи, чтобы сжечь эту мую. Внутрь печки клали немного дров, сажали внутрь ребенка. Печка была холодной, конечно. Вокруг рвали бумажки, поджигали их, чтобы сжечь муху, эту мую. Ребенка держали там какое-то время, около получаса. Во время этих действий говорили, сгинь муха, что не дает жить твоим братьям, сестрам. У таких детей, про которые говорили, что у них муха, была синяя пятнышка, вот тут вот возле глаза была видна вена. По мнению некоторых жителей, муя была женской болезнью, но излечивалась все равно запеканием ребенка. Можно сопоставить эту традицию с аналогичной лексемой Миза в общегреческой фольклорной традиции. Такие нарративы мы фиксировали везде, в том числе в Северной Греции и на инических островах. Итак, что я могу сказать в качестве заключения? Народная мифология села Аллана и обслуживающая ее мифологическая лексика обладают рядом особенностей, которые, с одной стороны, позволяют соотнести ее с общегреческой традицией, а с другой, выделить яркие локальные особенности. Эти особенности могут быть обусловлены местным диалектом, то есть мифологические лексемы имеют соответствующие фонетические и морфологические особенности либо представляют собой специфическую кипрскую лексику. Также нами были зафиксированы целые комплексы уникальных поверья о мифологических персонажах и мифологизированных явлениях, не ограничивающиеся лингвистическими рамками. Большое спасибо, Ксения Анатольевна. У нас, к сожалению, совсем не осталось времени на вопросы, так что, если кто-то что-то хочет очень краткое спросить, пожалуйста, либо, пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате. У меня очень коротенький вопрос. Персонаж Дракус, он встречается только в этой форме? Катя, выключился микрофон. Да, извините. Персонаж Дракус, он встречается только как Дракус или Каурус, Каурус, может быть, есть какие-то формы? Не были зафиксированы? Ну, я сейчас так не могу сказать. Мне кажется, что не было. Надо еще переслушать записи. Это как раз по поводу кипрских песен, потому что там каким-то образом Дракус превратился в Каурус, да? Каурус – это вообще отдельная тема для кипрской традиции. Вы знаете, там очень… Это персонаж сказок, который безумно популярен. Там все сказки про краба, который главный трикстер, который вообще-то совсем даже не краб, а какой-то мифологический персонаж просто в такой вот конкретной заморфной ипостаси. Это требует отдельного изучения. Краб в кипрской традиционной культуре. Так что это очень хороший вопрос. Спасибо большое. Коллеги, вы можете продолжить дискуссию в нашем чате. Мы переходим к докладу Грицан Екатерины Васильевны на тему элементы нарративной техники в кипрских акритских песнях. Пожалуйста. Спасибо большое. Мне пока что не предоставлено право поделиться экраном. Света Анатольевна? Есть, есть, все есть. А, да-да-да, сейчас. Спасибо большое. Ну, во-первых, мне хотелось бы поблагодарить за возможность участия в этой замечательной конференции и поприветствовать всех коллег и слушателей. Одну секундочку. Наш доклад посвящен элементам нарративной техники в кипрских акритских песнях. Эпос о Дегенисе Акрите является произведением, получившим широкое распространение как с географической, так и с исторической точки зрения. Помимо шести рукописей, составленных в период от 14 до 17 века, существует огромное количество народных песен о подвигах акритов, исполнявшихся на всей территории грекоязычного мира от Капотоки до Ионических островов от Крита до Кипра и записанных в 19-20 веках. Как отмечает Йоргус Кехайогру, крупнейший исследователь ранней новогреческой литературы, необходимо провести исследование маршрута, восприятия, ассимиляции и творческого воспроизведения византийского материала эпоса Дегенисе Акрите. Поэтому в изучение этого раннего новогреческого эпоса важно включить также произведение устного народного творчества акритского цикла. На Кипре сохранилось значительное количество акритских песен. Исследователь Василий Майкис объясняет этот факт следующим образом. Когда восточные области Малой Азии отошли к туркам-сельджокам в XI веке, поэтическая акритская традиция начинает связываться с новыми территориями, на которых поселились изгнанные греки. Поэтому в островной Греции, на Кипре, на критине, архипелаге Дедеканес, было найдено самое большое количество чистокровных акритских песен, тогда как по материковой Греции они слились позднее с песнями клеток. Также Майкис называет Кипр одной из первых колыбелей акритской песни «Меапотис протис китизес то акрит и кутра гулю», ввиду чего песни с этого острова, можно сказать, представляют собой сердце акритского цикла. Кипрские народные песни сохранились благодаря сказителям, которые называются «Пиетаризес». И с точки зрения происхождения они отличаются от песен восточной части Византийской империи «Понты» и «Каппадокии», которые, по всей вероятности, создавались параллельно с главным акритским эпосом, тогда как песни, бытовавшие на Кипре, явно вторичны по отношению к нему как с хронологической точки зрения, так и с точки зрения содержания. Кипрские песни стоят особняком в народной акритской традиции, имеют определенные черты, отличающие их от других произведений этого жанра. Они повествуют о событиях и жизни различных героев пограничных византийских областей, самого Дегениса Акрита, который чаще всего встречает как Виенис, Андроника, Константина или Костандаса, Никипора, Фукаса или Фоки, Арестиса или Арестопуло и его отца Азгуриса, это вариант имени Армуриса, герой самых древних сохранившихся акритских песен, появившихся уже в XI веке, братьев Феофилакта, Ливандиса или в акритском эпосе «Алеандра» и Манолиса, Росферакиса, Янадзиса, это измененная форма имени Абилата и Аланике из акритского эпоса или Филопопуса, также Абилата из акритского эпоса, который чаще всего встречается, называется именем Палюпопуш, и целого ряда героев, чье имя кончается на Пулон, например, Фтеропулу, Адриопулу, Склеропулу и так далее. Выделяются песни, посвященные безымянному Сарацину. В своем большинстве это песни повествовательные, повествовательные, которым характерно развитие ситуации во времени, событийность. Не случайно в греческой филологической традиции они часто характеризуются как повествовательные песни Афихимат и Катравузи. Эти песни, как правило, имеют достаточно большой объем от 100 до 200 строк, в отличие, например, от многих критских песен и большинства песен, зафиксированных, например, в архипелаге Дадеканеса или Македонии, которые состоят часто из 20 всего лишь строк. Благодаря обширному объему их содержание насыщено событийным рядом, ввиду чего их можно охарактеризовать как небольшие эпические поэмы, в котором характерны лаконичность и насыщенность поэтического языка, многообразие художественных тропов, отображение развития событий путем динамических диалогов. Как мы уже сказали, основной, отличающейся особенностью кипрских акритских песен является их нарративность. Согласно структуралистской нарратологии, термин нарративный, противопоставляемый термину дескриптивный или описательный, указывает не на присутствие, о последующей инстанции изложения, а на определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой некую историю. И с этой точки зрения кипрские акритские песни могут быть охарактеризованы как преимущество нарративной тексты. Они несут смешанный повествовательный меметический нарративный характер, с одной стороны в них присутствует рассказчик, а с другой стороны большая часть текста представлена в виде диалога между героями. Большинство кипрских песен начинается с короткого введения рассказчика, который сразу же приступает к описанию действий песен. Описание обстановки, если оно и есть, то сведено до минимума. Приведем несколько примеров. Во вступлении рассказчик может давать краткое описание героя и изменения, вызывающие события в его жизни. Например, Также может кратко описываться состояние героев перед наступлением события. Например, Как мы сказали, описание обстановки может быть очень лаконичным. Например, Или в начале песни просто называются персонажи, о которых далее пойдет речь. Например, И гораздо реже встречается указание на связь героя с общими историческими событиями, как, например, в песне об Андронике В некоторых случаях видение эмоционально настраивает слушателей на восприятие следующей истории. Таким образом, начинается песня «Арпагит из Генека стуккунстанда», где говорится «Симмерон эсинеркиасен Симмерон эннаврекси, Симмерон токсиропурон Исана калистепси, Напаэпси стуккустанда Тинкаленту на клепси». То есть, в этом видении описание природных явлений намекает на то, что далее следует печальная история. Все переложения песни о борьбе «Арпагит из Гениса с Хароном», как правило, начинается с описания мрачного облика последнего. Например, «Охарус мавра форисон, мавра кавалецепки, мавра склавуки, форин опасна в стомпанеире». В кипрских акритских песнях отсутствует описание внешности и характера героев. В отношении некоторых из них упоминается одна специфическая черта, как, например, красота для девушек и доблесть для юношей. Таким образом, персонажи представляются не как личности, а как типичные представители той или иной общественной группы, объединенные на основании одной характеристики – национальной принадлежности, насколько возможно использовать этот термин в отношении периода создания и распространения этих песен, пола или социального статуса. Например, в песне «Тую, ту Армурри» Армурис описывается как всего лишь двумя словами «Офронимус» «Опологронисменус». Царь характеризует «Арестиса» сына Армуриса как «Йон тисанумис» то «Йон тискурбас». И лишь в одном месте приводится метафора психологического состояния Арестиса, который был «Саннефус Андроменус». Также редкое описание предметов. Пожалуй, только если речь касается вооружения. Например, в песне «Ту, софилакту» приводятся некоторые детали оружия героя, который говорит «Фертему то кондаринму пуна из Йорки спану», «Фертему то мацукинму пуна из мамы спану». Далее повествование переходит в меметический нарратив в динамичной технике, который создан посредством диалогов, реплики которого резко сменяют одна другу. Приведем пример из песни «Арпагитискоористу леванды» «Апутунзи иния криты». Мы видим, что в этом примере следует только одно короткое предложение рассказчика «Арпагитискоористу «Арпагитискоористу иния критиках». И дальше идет смена реплик героев без какого минимального комментарияма рассказчика. Например, «Амадзи супердитсинму сутопу новую изюм, за хус изюсинта пола на зис че симитатус, че полуитин ципентус челее целалитус, глеоравр катсингани проксиндес напады, че полуунди ципенту целеон целалунту, стогамон маскалесасин проксиндес энд памин чееврит он филопапун проксиндес напай Как мы видим, реплики диалога следуют одна с другой с минимальными вкраплениями слов рассказчика, которые ограничиваются клишированными фразами, такими как челе целалиту и иногда они сводятся лишь к четырем формам глаголов, имеющие значение говорить, как мы видим, введены жирным шрифтом че полуитин че пентус челе целалитус. То есть рассказчик не придает абсолютно никакой эмоциональной окраски репликам героев, никак не характеризует и не оказывает влияния на восприятие меметического повествования истории. Практическое отсутствие рассказчика отвечает особенностям жанра народных песен, которые излагают события, сохранившиеся в коллективной памяти, ведущего автор, по сути являющийся компилятором бытующих мотивов и устойчивых языковых формул, самоустраняется из текста. Канон жанра преполирует над личным творчеством, а форма над содержанием. Многим песням характерны монологи, в которых рассказчиками становится сами герой. Например, в одном из вариантов песен Дегенис на смертном ложе Дегенис сам рассказывает историю о себе. Он говорит помимо постоянной смены реплик участников диалога, динамичность событий передается при помощи быстро сменяющихся глаголов в прошедшем времени. Вы видите пример на слайде, то есть я выделила глаголы в прошедшем времени Низит, Синет, Абран, Арбак, Санксилю, Санкален, то есть действие развивается очень быстро. Кроме того, для передачи динамичности используются также и формы исторического настоящего времени. Например, Часто формы настоящего и прошедшего времени встречаются в одном и том же предложении. Как мы видим здесь И таких примеров достаточно много. также используются некоторые клишированные фразы, которые убыстряют развитие событий. Самая распространенная фраза Нередко события представлены не в речи автора, а в прямой речи героев, излагающих своих планы, используя форму будущего времени или сослагательного наклонения. Например, в песне Костандаски и Морозкия Костандас обращается к своему коню. Маврэму маврогонате маврум маврэмбоа напамэнысту каликан на секс каликошо напамэныст наледзин алас на секс портошо. Далее не говорится, но подразумевается, что герой песни именно так и поступил. Аналогичный пример из песни Тотрауинту Костанда царь, который задумал украсть возлюбленную Костандаса обсуждает со своими соратниками, как к ней обратиться. Далее не говорится, как в итоге они поприветствовали девушку, но из-за их обсуждения мы понимаем, что, наверное, они подобрали подходящее слово. Теперь перейдем к хронотопу в кипрских агресских песнях. Место действия всегда описано коротко и поверхностно. Это всегда какая-то неопределенная местность на краю мира. Стандартная языковая формула катустес накры что накрон пунакра цели мёнас. Очень редко даются какие-то другие подробности. Например, в Тотрауинту Костанда мы видим, что описывается также и фауна местодействия. Извините, не фауна флора. Дальше то есть за языковой форму следует уточнение апунда гатин пихами че тетриолон биос апун цефалагатон ци элитсиан ту мавру анписи петра сейрон цетому ливен хоман анписто псиндра халикон агрон маркаритарин окостан датин 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 зайн паликарь Другой распространенный прием описания места это от востока до запада в песне ярпагит из кори стуль ванди а потом вегине акрита говорится что царь востока и король запада ориэстис анатолий чё вас лястис диссис пригласили на совет множество людей проживающих на территории от востока до запада сейкен цекалесас панатолино диссин осус сепазу уранус сосус ибразо илес опять же таких примеров достаточно много что касается топонимов то из реальных вспоминается во всех песнях река афритис естественно восточная граница византийской империи в 11 веке сохранившаяся в акритских песнях благодаря эпусодии генесиакрите и реже сам остров кипр в вариантах песни например о кустанда с нимфовменус киеву маврусту где кустанда говорит каню мавремум маврогонате мавру манебо динесет чеперасис мэтис ципру стон это более редкий случай это в переложении к песне о фиатилакте упоминается малазийский город перрон или древнегреческий перри который расположен вблизи малахи время отображается стандартными фразами например эбэ мэра кепка мэра или сакральными числами характерами для сказок в основном это 3 и 9 прочитаем только один пример не аорес и мэру тэс трисна пас тэс трисна рты стэс трисна мусин висис время событий фиктивное повествование развивается прямолинейно практически без перемещения в прошлое если герои хотят рассказать о былых событиях они упоминают о них но как правило это событие не связано с повествованием например герой обращается к коню и говорит ему маврему мавру 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 манэпо и шун пуларин цех ронон чек кавальдзи кэфсасе или филопопус очень коротко объясняет дегинесу почему он не может пойти на свадьбу у дочери ливандеса он говорит но такие случаи очень редки и как правило повествование всегда развивается прямолинейно кроме того очень редки другие отступления и если они есть то как правило это восхваление Христа который помогает герою осуществить желаемые действия самая стандартная языковая формула это вернемся к отображению времени следует отметить что многим акридским песням Кипра свойственна спиральная временная динамика выражающаяся в повторении фрагментов текста например в песне то герой к широпу обращается к матери а потом к отцу сообщаем о том что он хочет побороться с Костандасом чтобы забрать у него его возлюбленную и делает он это одинаковыми словами то есть практически нет никакой разницы между строками 10-22 и 30-41 часто повторяются действия обозначенные в прямой речи героев то есть сначала герой сообщает о том что он собирается сделать а затем рассказчик говорит что он это сделал например в песне Азма Андронику мы видим что Андронику говорит Рапса Тамадьяму рассказчик повторяет Рапста Син Тамадья он обращается к своим соратникам Дейстике Тахеркаму и рассказчик комментирует Эдейса Син Тахеркам В песне Дейнишкио Каура строки 43-49 повторяют строки 19-25 В песне Тулсо Филакту дважды повторяются строки описывающие долгий путь Филакта в Сарацинскую землю В песне Костандаски и Марзукя строки 1-49 повторяются дважды Первый раз повествование идет от третьего лица второй раз от лица Костандаса как пересказ страшного сна Нередко встречаются повторяющиеся языковые клише описывающие место действия например Катус Тинакритон Крон Стон Акру Каламнион в песне Дейнишки Кавурос повторяются трижды Другие повторения касаются например диалогов Очень часто реплики одного героя в точности повторяют реплики обращающиеся к нему персонажу как например в песне Азма Андронику сын Андроника и его дядя Костандас обмениваются идентичными репликами И подводя итоги следует отметить что нарративной технике кипрских акритских песен можно выделить общие типологические черты которые являются отличительными особенностями данного жанра и конкретно для этого острова а именно мы можем сказать что это в какой-то степени микроэпос ввиду большого объема это всегда существующее лаконичное введение фикциональный приближенный к сказочному кронотипу динамическое развитие событий отображающиеся как в обычном историческом повествовании так и посредством диалогов или монологов героев а также повторно идентичных сегментов истории благодарю за внимание большое спасибо очень интересный доклад Екатерина Васильевна очень интересно у нас есть буквально одна минутка на вопросы все наши докладчики сегодня настолько интересно рассказывают что у нас не остается времени они хотят нам как можно больше информации предоставить есть ли какие-то вопросы я не вижу что у нас кто-то был очень интересный доклад и мы надеемся что вы нам дадите этот материал на публикацию в наш журнал потому что это действительно интересно и по-русски об этом очень мало написано будет очень очень хорошо если у нас по-русски прозвучит вот такой интересный такой очень можно сказать вкусный материал спасибо вам большое коллеги если есть вопросы призываю всех писать в чат мы переходим к следующему докладу Чуева София Юрьевна особенности формирования феминитивов в кипрском диалекте пожалуйста София Юрьевна звук включите пожалуйста момент добрый день еще раз уважаемые коллеги так сейчас сначала технический момент демонстрации экрана скажите пожалуйста если я вот открываю видно на полный экран нет еще нет так ну-ка давайте-ка попробую сделать вот так а сейчас нет а вот сейчас да вот все хорошо да мы сиктеносильной выбрали одинаковый дизайн наших наших презентаций но видимо самый гармоничный получается тема моего доклада особенности формирования феминитива в кипрском диалекте сразу уговорюсь это мой первый опыт работы с таким материалом хоть и в рамках моего более широкого исследования в целом феминитива в новогреческом языке и не только поскольку я занимаюсь ими по сути в диахронии и начиная с древнегреческого так что если что если вдруг я готова выслушать критику рекомендации и предложения и так пожалуй начну для для образования феминитивов в новогреческом языке как и во многих других языках для образования феминитивов то есть лексем который обозначает женщину в основном занимающейся какой-либо профессиональной деятельностью каким-то другим родом деятельности но также и если мы воспринимаем такую категорию как феминитив более широко то есть включаем сюда патронимы андронимы для образования подобного рода лексем используются суффиксы феминитивов соответственно образуются данные лексемы от соответствующих лексем мужского рода как и в новогреческом языке в киперском диалекте мы обнаруживаем ряд ряд суффиксов которые участвуют в образовании феминитивов и именно эти суффиксы мы рассмотрим в целом будет интересно рассмотреть продуктивность данных суффиксов как часто они используются мы немножечко поговорим про историю появления этих суффиксов в целом и также посмотрим от каких лексем мужского рода образуются те или иные феминитивы материалами данного исследования к сожалению полевого исследования мне пока не довелось провести может быть когда-нибудь тогда это будет совершенно другой доклад совершенно другая история пока материалами исследования послужили материалы собранные в ходе работы с таким вот интересным порталом polyglossi.com это такая своего рода энциклопедия Кипра включающая в себя помимо всего прочего и лексический материал также поработала с некоторыми словарями но пока это только начало исследования и конечно требует оно некоторой доработки что же касается суффиксов участвующих в образовании феминитивов стоит вообще сказать какие форманты в целом участвуют в образовании феминитивов в кипрском диалекте это те то что мы видим на экране суффиксы и на иша ирка и на и у и также формант а однако формант а как например в слове склава не является словообразующим суффиксом поэтому в рамках нашего исследования мы рассмотрим следующие пять суффиксов ну и начнем по порядку итак суффикс эна в целом очень древний суффикс появляется еще в древнегреческом языке здесь на слайде я максимально кратко обозначила но некоторые моменты я все-таки уточню в ходе доклада этот суффикс участвует в древнегреческом огромном количестве появляются заонимы обозначающие самых животных например какая-нибудь вот пожалуйста на экране ле-айна от леон львица также название болезней то же самое гангрены разъедающая язва некоторые инструменты вот например три-айна трезубец затем в кайне продуктивность данного суффикса снижается однако в византийских хрониках например мы находим некоторые примеры андронимов и титулов в налогреческом языке мы встречаем данный суффикс в некоторых простолечных феминитивах обозначающих женщину по роду ее деятельности по профессии либо по профессии мужа например какая-нибудь псомазина от псомаз булочница либо жена булочника по иным характеристикам также обозначают женщин данный лексем с данным суффиксом как например какая-нибудь макро макро лелекина очень худая и высокая женщина также мы встречаем и заонимы и андронимы то есть в целом довольно широкий спектр употребления данного суффикса в образовании различных лексем обозначающих женщин и в новокреческом языке чисто что называется для справки нами было обнаружено 55 лексем с данным суффиксом а в кипрском диалекте на самом деле мы находим примерно такое же количество лексем 49 среди которых как профессиональные феминитивы например от майрас майрена очень интересный мне понравился феминитив профессиональный вот этот прошу прощения если вдруг неправильно произношу я очень стараюсь но привычка есть привычка шамищарис от него происходит шамищарена изготовительница шамиши сладости такой андронимы также появляются то есть наименование женщин по имени мужа и иные характеристики например какой-нибудь допустим лексема аркаташис аркаташина дает вариант компаньон друг по сути подруга получается что же касается групп лексем мужского рода от которых образуются данные феминитивы мы можем выделить следующие это лексем мужского рода на ас например рихас ригена это мы видим и в новогреческом языке стандартном лексема ариш например камиларис камиларина погонщица верблюдов также лексема неравносложного склонения например касапис здесь кстати да я отметила касапена то есть хасапис мясник и лексема на ос например воскос восена пастушка что же касается суффикса эйша это также очень древний суффикс однако в древнегреческом языке он встречается довольно редко и в основном в этнонимах хотя не только например такая лексема как басилиса встречается уже в древнегреческом наибольшее распространение этот суффикс получает в лексическом кайне и тогда уже появляются профессиональные феминитивы иные характеристики титулы также остаются этнонимы и катайконимы ну а греческом языке мы встречаем огромное количество на самом деле лексем с данным суффиксом всего я в рамках моего более широкого исследования 749 лексем обнаружила среди них профессиональные феминитивы какой-нибудь варкариш варкариша характеристики не связанные с профессиональной деятельностью аришто кратиша аришто кратиша катайконимы шамнётиш шамнётиша то есть жительница острова самосыли все-таки просто родом с этого острова а также титулы например василиса та же самая бейса то есть получается не только греческого происхождения но и например турецкого жена бея бейс бейса что же касается кипрского диалекта мы встречаем тоже довольно много лексем с данным суффиксом это 157 лексел среди которых также встречаются профессиональные феминитивы например пэгнётиш пэгнётиша актёр артист какой-то музыкант специалист специалист фармацевт иные характеристики мы также встречаем не связанные с профессиональной деятельностью например гомаркариш способный нести тяжёлый груз также очень интересно что суффикс иша встречается не только в существительных но и в прилагательных например то есть этот суффикс участвует в образовании также форм женского рода прилагательных связанных с какими-то характеристиками лица что же касается образования феминитивов суффиксом иша в кипрском диалекте мы можем выделить следующие группы лексем мужского рода от которых они происходят это лексемы на аш арконташ арконтиша госпожа собственно арконташ мы знаем в стандартном новогреческом лексемы на аш ударное то есть получается неравносложного склонения мелонаш мелониша лексемы на из неравносложного склонения монофиккиш монофиккиша клеветница доносчица и лексемы на ос декьяконос кьякониша декониса миштаркос Далее перейдем к суффиксу «ирка». В принципе, видно, что, с одной стороны, казалось бы, что-то такое нехарактерное для стандартного новогреческого языка, однако этот суффикс является диалектным вариантом суффикса «трия» в лексемах на «итрия» и «истрия». Сам суффикс «трия» также очень древний, появляется в древнегреческом и участвует в образовании тоже большого количества лексем уже в данный период в древнегреческом. Также, как и суффикс «эйса», приобретает особую продуктивность, особое распространение в «кайне», и встречаем мы там в данный период и номина агентис, связанные с профессиональной не только деятельностью, а также характеристики. На греческом языке мы также встречаем и номина агентис, включая профессиональные феминитивы и характеристики, какие-то не связанные с профессией, и встречаем мы этот суффикс в феминитивах в двух вариантах «трия» и более просторечный «тра». Этот суффикс встречается в новогреческом языке тоже очень часто, 547 примеров на «трия» и 128 на «тра» было обнаружено, однако в кипрском диалекте этот суффикс совершенно непродуктивен. Этот вариант «ирка» встречается, мы нашли, по крайней мере, всего лишь три лексемы. И это лексемы от номина агентис мужского рода на «тиш». Соответственно, «дьяконитиш» – «дьяконирка», «маситиш» – «масирка» и «прокшенитиш» – «прокшенирка». Больше пока не было обнаружено лексем с данным суффиксом. Возможно, их чуть больше, но судя по тому, что они довольно тяжело были, даже тяжело было их найти, скорее всего, конечно, их не сильно больше в кипрском диалекте. Далее у нас идет суффикс «эйна». Это суффикс уже не древнегреческий. Он появляется в средневековом языке, имеет латинское происхождение и сначала появляется в составе латинских патронимов и андронимов, например, лексема агриппина, которая появляется, потом приходит и в новогреческий язык, имя собственное. Затем появляются и греческие имена нелатинского происхождения с данным суффиксом, то есть он заимствуется. Что же касается его участия в образовании различных лексем, не только феминитивов в новогреческом языке, мы встречаем заонимы, профессиональные феминитивы, либо характеристика женщины по профессии мужа и иные характеристики, не связанные с профессиональной деятельностью. В новогреческом языке мы встречаем 90 лексем с данным форматом. Примерно то же самое количество, тоже достаточно большое, мы встречаем и в кипрском диалекте 73 лексемы, среди которых профессиональные феминитивы, либо опять-таки характеристика по профессии мужа, кафеджиш, кафеджина. Это либо владелица кофейни, либо жена владелица кофейни. Кстати, в новогреческом языке есть вариант кафеджу, это гадалка на кофейной гуще, но такого значения не было обнаружено. Супашина, очень интересный, получается, феминитив, жена начальника полиции, получается. Иные характеристики также лиц женского пола мы встречаем. Мезеджиз, мезеджина дает нам вариант, любительница мезез закусок. И также мы встречаем андронимы. Но если посмотреть на тот пример, который я привожу, павлина, можно увидеть, что, в принципе, этот андроним характерен, именно, ну, имеет латинское происхождение. Что же касается... Хотя, тут сложно, на самом деле, не буду сейчас об этом говорить, иначе запутаюсь, поскольку еще много хочется чего рассказать. Боюсь, что времени не хватит. Итак, что же касается происхождения? От каких лексе мужского рода образуются эти феминитивы с суффиксом ина? Либо это лексемы турецкого происхождения на джиз, то есть джиз, как тот же самый кафе джиз, либо какой-нибудь кираджиз, извозчица, либо жена извозчика. Лексемы на эс неравносложного склонения, джумезлиск, джумезлина дает нам вариант, продавщица инжира. Лексемы на тис, либо ударный вариант, либо безударный аскитис, аскитина, отшельница аркатис, аркатина, это эргатис, на греческом языке работница. Также лексемы на ас неравносложного склонения, получается каликас, каликаджина, кузнец, жена кузнеца, и ксилас, ксилина, лесоторговец, ну, соответственно, жена этого торговца лесом. Суффикс у, это суффикс, тоже не древнегреческий, он появляется также в средневековых текстах. Первые примеры с данным суффиксом лично мной были обнаружены в житиях X века, но об этом поподробнее тогда в соответствующее время, сейчас не будем останавливаться. Согласно словарям новогреческого языка, данное окончание происходит от поздней формы винительного падежа единственного числа «ун», лексема анийского диалекта, именно форма эта характерна для анийского диалекта, и само это окончание «ун» происходит, очевидно, от окончания генетива сингулярис «ус», третьего склонения существительных женского рода на «омэгу». В новогреческом языке данный суффикс довольно часто встречается, 294 лексема самых разных мы нашли, не только включающих профессиональные феминитивы, но и также в большом количестве иные характеристики, связанные с иными особенностями либо поведения, либо внешности человека, то есть мы находим профессиональные феминитивы и в том числе характеристики по профессии мужа, например, «алевраса левру» – «мельничиха», «жена мельника», «патронимы андронимы», «николу», «панаю», имена собственные, не связанные с именами либо мужа, либо отца, например, «мару», «зафну», существительные и прилагательные, в том числе со значением характеристики внешней или по каким-то другим особенностям поведения, «фагас», «фагу» – «абжора», «ксанфомалис», «ксанфомала» либо «ксанфомалу», «ксанфомалику», «белокурая». Что же касается кипрского диалекта, мы встречаем тоже довольно много лексем, 85 штук с этим суффиксом. Среди них мы встречаем профессиональные феминитивы, опять-таки, либо по профессии женщины, либо ее характеристика по деятельности мужа. «Скарпариш», «скарпару», «жена сапожника», есть «маму», «повитуха», «женская профессия», поэтому варианта мужского рода мы не представляем. Иные характеристики. «Вукалас», «вукалу», «вукалин» – это прилагательное, толстощокий, щекастый. И вот как раз лексема, которую сегодня Ксена Анатольевна упоминала, «русис», «руссу», «русин», «белокурый». Также мы встречаем патронимы и андронимы, а также катайконимы, причем очень интересные, про них бы стоило отдельно поговорить, потому что многие исследователи подобного рода, например, «шкальот» и «шкальоту», именно вот такого рода катайконим, относят именно к функции этого суффикса «у» участвовать в образовании уменьшительно-ласкательных лексем. Собственно, это очень интересно. Этот суффикс наравне с суффиксами «у», «за», «укка», «уча» и «ича» участвует в образовании лексем с уменьшительно-ласкательным значением как в именах собственных, так и в катайконимах. Но мы их не включаем в наши исследования, поскольку лексемы «ану», «катерину», допустим, они не образованы от лексем мужского рода. Что же касается образования лексем феминитивов с суффиксом «у», мы обнаруживаем лексемы от лексем мужского рода с суффиксом «ариш», с формантом «ариш», «камелариш», «камелару», «погонщица верблюдов» либо «жена». От лексем на «тиш», либо «ударных», либо «безударных». Опять тот же самый «аркатиш» имеет вариант. И «аркату» работница. «Праматефтиш», «праматефту» торговка в разнос, либо также находим вариант торгов к тканью перевода. Или «ксем на аж неравносложного склонения куцанга с куцангу гончар». Что касается выводов некоторых нашего исследования, мы видим, что все словообразующие суффиксы феминитивов в кипрском диалекте за исключением суффикса «ирка» обладают высокой продуктивностью и активно участвуют в образовании феминитивов различных семантических групп. Сравнивая частотность участия этих суффиксов в образовании феминитивов в кипрском диалекте и в стандартном новогреческом, мы можем представить вот такую диаграмму. Видно, что суффикс «трия» активно участвует в образовании феминитивов в новогреческом, литературной нормы, можно сказать, но его практически нет в кипрском диалекте. Суффикс «иса», казалось бы, гораздо больше его в новогреческом, однако, если сравнить между собой суффиксы чисто в кипрском диалекте, будет видно, что соотношение то же самое. Суффикса «иса» больше всех, лексем с субфиксом «иса» больше всего встречается. Соответственно, суффиксы «ена» и «ина», судя по этой диаграмме, в обоих вариантах языка встречаются практически одинаково часто, в то время как иные суффиксы на первый взгляд преобладают в новогреческом языке. Однако, если мы посмотрим на следующую диаграмму, это вывод не самый однозначный. Такой вывод о том, что только суффикс, например, «иса», самый распространенный, мы можем сделать, лишь сравнивая с новогреческим. Так мы можем сказать только о суффиксе «ирка». В новогреческом языке «трия» лексем с суффиксом «трия» очень много, с суффиксом «ирка» в кипрском диалекте очень мало лексем. Однако, если посмотреть на данные этой диаграммы, мы увидим, что суффиксы «ена» и «у» практически в равной степени часто встречаются в языке, преобладает, конечно же, суффикс «иса», но можно сказать, что и первые три суффикса «ена», «ис», «ена», «ина» и «у» и суффикс «иса», встречающиеся наиболее часто, одинаково обладают высокой продуктивностью в кипрском диалекте и активно участвуют в образовании феминитивов. Далее представлена, если кому-то интересно, как литература. Помимо словари, к которым я обращалась, также несколько, две работы диссертации, соответственно, коллег, которые занимались темой феминитивов в кипрском диалекте. Так что, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то замечания, я уверена, что они есть, поскольку я только-только взялась за эту тему, я готова выслушать, и большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Софья Юрьевна. У нас есть минута на все вопросы. Мы очень сильно вышли из регламента. Ксения Анатольевна, пожалуйста. Да, большое спасибо за доклад. Ну, кто о чём, а я о понтийцах. Я хотела бы сказать о том, что этот суффикс для феминитивов «исса», который вы рассматривали в отношении кипрского, он очень характерен и в отношении понтийского. А такие связи между понтийским и кипрским, они прослеживаются на многих уровнях, и на лексическом, и на морфологическом, и на уровне традиционной культуры. Так что я бы вам порекомендовала, если вы в дальнейшем планируете расширяться по диалектам греческого языка, посмотреть понтийский диалект и сопоставить его напрямую с кипрским. Это очень интересно. Спасибо большое за идею, Ксения Анатольевна. Мне бы сначала диссертацию написать, скажем так, по стандартному, но макреческому, но идея очень хорошая, потому что я уже давно поняла, что в этой теме копать и копать, и копать, и копать, так что это вдохновляет. Спасибо большое. Замечательно, коллеги. Есть ли еще у кого-то какой-то комментарий? Совсем короткий. Тогда мы будем продолжать. И я объявляю саму себя. Трисорокова Ринвитальна, этноним Арапис в кипрском диалекте «Особенности употребления». Так, сейчас я выведу презентацию. Что-нибудь видно? Ничего не видно. Ничего не видно. Пока ничего. Вот так. Видим PowerPoint. Надо открыть полный экран. Вот так. Виден полный экран? Да, да. Все хорошо. Все видно. Замечательно. Сегодня мы будем говорить об этнонимии, об специфике употребления этнонима Арапис именно на Кипре, именно в кипрском диалекте. Надо сказать, что у меня было уже и выступление на конференции было на эту тему по поводу этнонимии и пиоративности этнонима в греческом языке в целом. Была большая статья. Сегодня будет краткая зарисовка, потому что, как мне показалось, найденные мной такие артефакты, можно сказать, употребления термина, употребление этнонима Арапис могут заинтересовать коллег. Прежде всего, стоит напомнить, что такое этнонимия, если кто-то вдруг не знает из присутствующих. Этнонимия – наука, которая ориентирована на исследование названий времен, названий народов, других этнических общностей. Этнонимическая лексика, как правило, употребляется для обозначения целой этнической общности со всеми присущими ей качествам, поэтому этнонимы играют очень важную роль в лексико-семантическом пространстве языка. Во фразеологии, которой я занимаюсь, и, собственно, которая меня выводит на очень интересные результаты и исследования, наиболее распространены от антропонимические этнонимы, которые мотивируются, как правило, наиболее типичным для данного народа именем. И стоит сказать, что важной представляется именно коннотация, связанная с такими этнокультурными стереотипами, о которых мы будем говорить сегодня. Этнокультурные стереотипы, как правило, находят свое отражение в языковой картине мира, которая формируется на основании этнокультурной модели мира. А этнокультурная модель мира, как известно, формируется и вырабатывается на протяжении многих поколений людей в ходе их различной общественной или практической деятельности и может, естественно, корректироваться в зависимости от того, какие у нас присутствуют внешние или внутренние факторы. В основе любой языковой картины мира лежит именно этнокультурная картина мира, которая вырабатывается определенным этносом. И, как написано на слайде, языковая картина мира формируется под воздействием целого ряда элементов и деталей этнокультурной картины мира, которые, в свою очередь, включают в себя различные первичные интуиции, национальные архетипы, образный строй, способы восприятия времени и пространства. И этнокультурные стереотипы являются одной из важных составляющих этнокультурной картины мира, так как не только формируют образ называемого предмета, но и создают вот эту основу для возникновения образа в языковой картине мира, поскольку у нас через такие стереотипы формируется представление о географическом взаимодействии различных соседних по территории народов, о положительных или отрицательных коннотациях, которые возникают с таким взаимодействием. И, в принципе, мы говорим об общем когнитивном восприятии своего и чужого, своего и другого в ментальности этноса, который мы изучаем. Переходя к греческому языку, надо сказать прежде всего, что как во всех языках мира, так и в греческом языке у нас этнонимы активно участвуют в процессах ксенономинации, то есть номинации через чужое. И появляются у нас ксенонимы, которые представляют собой какие-то слова, какие-то фразеологические единицы, возникающие в результате такой вот деривации, семантической деривации. И наиболее интересной частью этнонимов являются этнофализмы. Этнофализмы – это, как правило, пиеративные этнонимы, это негативно коннотированные наименования представителей отдельных народов в разговорном языке. Что такое разговорный язык? Всем понятно, это может быть жаргон, это может быть какие-то просторечные конструкции. Вот, например, я привожу здесь этнофализмы, которые присутствуют в английском и в русском языке. Мы, например, говорим «Я не негр, чтобы пахать». Это китайская грамота для него. В английском языке мы говорим «It's all Greek to me». Или «Chinese puzzle». Тем самым мы придаём пиеративный характер и пиеративную окраску нашим высказываниям, используя этнофализмы и используя номинацию различных народов. Что касается этнонима «арапис», то, на наш взгляд, он тесно связан по употреблению с древнегреческим этнонимом «этиопс» – «айтхиопс» древнегреческого языка. Если мы обратимся к словарям «Tiskinis» или «Negis», то есть нормативного греческого, новогреческого языка, мы увидим там толкование, что «арапис» – это, как правило, уроженец негроидной расы. Согласно словарю «Бабинютица» происходит у турецкого слова «арап», то есть «араб». При этом, если мы обратимся к древнегреческим текстам, мы найдём того самого «арапа», который у нас появляется в виде «эфиопа» у Лукиана, вы видите на экране, то же самое мы встречаем и у Плутарха, вы видите, мы можем отмывать, можем бить палкой облака, можем отбеливать «эфиопа». Далее мы видим у Феодосия грамматика прекрасные совершенно примеры. «Эфиопа» мы узнаём по облику, льва по когтям и дерево по плоду. То есть каждый раз «эфиоп» и образ «эфиопа» в греческом языке, в древнегреческом, средневековом греческом языке связан с человеком тёмного цвета кожи, потому что упорно все пытаются отбеливать этого «эфиопа», то есть заниматься пустым делом. Что касается фразеологии современного греческого языка, греческого языка, на котором говорят в Греции, у нас есть две пословицы «Тонарапиошикин антум плениш то шапуниш ухалаш» или «Тонарапикин левканиш крима то шапуниш уханиш». В русском языке хорошая пословица «чёрного кобеля не отмоешь до бела». У нас выступает в роли эфиопа «кобель» в русском языке. Очень интересная пословица «ми пошэшки арапиадеш нашу кану наэра». Может быть, у тебя нужны вокруг тебя вот эти самые арапы, которые будут тебя обмахивать. Но в русском языке у нас есть поговорка «тебе негросы пахалам нужны». То есть у нас тоже вот чернокожий, тёмнокожий человек, который, как правило, изображается на картинах в виде прислужника, обмахивающего белых господ. Ну и, естественно, есть выражение в нормативном греческом «какнизу шанарапис». Что же у нас происходит с фразеологией, с вот этой этнофалической тематикой в кипрском диалекте? Но прежде всего стоит сказать о том, что этнофализмы могут быть положительными или отрицательными, или нейтральными. Мы рассматриваем только отрицательную полярность. И вот посмотрите, греческие примеры из греческого языка, из греческой прессы, из греческих блогов. «Тиме го кире филиппинезашу» «Я тебе что, филиппинка, пахать на тебя дома?» «Филиппинки» – это, как правило, домашняя прислуга, это уборщица. «Тимаш перешеш рей алвануш» Эта фраза существовала в 90-х годах, когда албанцы получали очень мало, и не только албанцы, а любые абсолютно представители национальностей, представители мигрантской среды в Греции, которые получали очень мало денег за свои услуги. Фраза переродилась в 10-х годах 20-го века и стала звучать, как «Тимаш перешеш рая елленеш», потому что албанцы стали получать гораздо больше греков. Греки соглашались работать за достаточно низкую цену, в то время как албанцы уже хотели получать очень и очень большие деньги за свои услуги. Ну и замечательное выражение, которое я очень люблю, «Няжея мариканаки», которое появляется в греческом языке в 50-х годах и активно закрепляется в 70-х годах после вторжения Турции на Кипр, когда американцы выступают в определенной роли и в греческом языке растет активное неприятие этой нации. Посмотрите, какой фрагмент натолкнул меня на написание сегодняшнего доклада. В кипрской прессе это вообще достаточно сложно выбирать контексты именно кипрские из блогов и из СМИ, поскольку далеко не всегда можно быть уверенным, что это именно кипрский будет вариант того или иного печатного издания или того иного блога. И вот замечательный кусочек «Протоξадерфу, была у греков». У киприотов в основном Шри-Ланкежа занимается домашним хозяйством, помогает. Рошида, Украине это понятный этнофализм, и я об этом писала в статье. И появляется тот самый арапез, который нас интересует. После этого я начала искать материал. Обратилась я к известным корпусам текстов L1010 14-19 года. Обратилась я к сайту SlangGR. В результате мне удалось на данный момент из практически 9000 контекстов в совокупности в корпусах L1010 14-19 года мне удалось найти, включая SlangGR, всего лишь 25 уникальных контекстов. Причем искала я их принципиально просматривая в ручном формате, то есть методом сплошной выборки. Все сайты, где расширение было бы не GR, а было бы COM или COM-CY, которые свидетельствуют о том, что сайт находится именно в кипрской доменной зоне. Что получилось? Получилось вот такой вот интересный фрагмент найти. Кире Николао, экшеташе автепагельту шапишодью пущеневис сухто и унио. Когда подрались, посмотрите, парадектику нотиархи кащинандишен дэу арапидэш. Арапидэш закавычивается, то есть это какие-то темнокожие, и, как правило, арапидэш, вот дальше там по контексту описания этого эпизода, это не пакистанцы, не арабы, это именно темнокожие, темнокожие представители другой нации, которые являются малообеспеченными, которые явно выполняют функцию рабочего персонала, такого вот наемного персонала на Кипре. Здесь у нас не видно, что эти именно представители, вот именно эти арапы используются в негативном контексте, но фразы свидетельствуют о том, что это действительно представители нации, которые не пользуются большим уважением на Кипре, так как они побоялись заявлять в полицию, значит, вполне они могут быть нелегальными мигрантами. Прекрасная фраза Уничижительное отношение к китайцам и к вот этим самым арапам, потому что почему нельзя обычным людям ходить по тротуару? Оказывается, нельзя. Оказывается, приличные люди должны ездить на машины, а пешком ходят только вот представители Катоторишстаксис, или же Китайцы и Араб. Далее прекрасный пример на кипрском диалекте, где мы видим, что употребляется у нас несколько этнофализмов, у нас появляются турки, представители Шри-Ланки, шри-ланкийцы и Арапия, которые написаны буквально вот в кипрском диалекте, выпущена Дельта, и дальше посмотреть по Маш-Леф-Маш-Так, Штактизм это. То есть, вот эти самые арабы, они именно работают в полях, как работают в Греции албанцы, потому что в греческом культурном пространстве именно албанец обозначает разнорабочего, который согласен трудиться на какой-то тяжелой очень работе, на которую не соглашаются греки, собирать оливки, вскапывать поле и так далее. Ну и нашла я вот такое вот видео на канале Sigma Life, где был комментарий идут о видео метушарапе с нактепун капкюн. И действительно на видео представлены те самые темнокожие представители непонятной нации, которые, судя по 25 контекстам, всегда агрессивны, всегда ведут себя не очень порядочно и всегда я не могу сказать, как они выглядят, как они одеты, но всегда вызывают определенное отторжение, определенное раздражение у тех, кто пишет про представителей этих национальностей, этих народов. Перейдем к выводам. Стереотипы, естественно, закрепляются в сознании того или иного народа. Здесь стоит задаться вопросом, почему именно Арапис выбрали жители Кипра и стоит ответить на него, что все-таки не стоит забывать о активном общении арабов и киприотов и вообще о близости Кипра к территории Азии, к территории, где проживает очень много представителей определенных наций. И все это, естественно, создает нам картину, создает нам вот эту культурную картину мира, где присутствует взаимопроникновение культур, где присутствует географическая близость и, соответственно, приятие или неприятие отношений с тем или иным народом, с которым мы соседствуем. И вот здесь мы можем говорить, что явно у киприотов есть негативное восприятие араба, есть негативное восприятие этой культуры и вообще культуры мигрантов, поскольку видимо именно эта нация превалирует на Кипре, как албанцы превалируют на Греции. Не готова говорить в отношении цифр, поскольку это лишь зарисовка на тему этнофализма в кипрском диалекте, конкретного этнофализма арапис. Ну и естественно этнонимы, не только этнофализмы, но и этнонимы вносят свой вклад в обогащение образной лексики. Надо сказать, что пока я не нашла каких-то пословиц или поговорок или фразеологизма со словом арапис в кипрском диалекте, но все впереди, может быть что-то еще появится, я смогу вас порадовать чем-то новым. Благодарю за внимание, если есть вопросы, готовы ответить. Да, Елена Талиновна, я услышала в вашем докладе вариант этнофализма, я так понимаю, мавру, если я правильно поняла, темнокожая. Скажите, пожалуйста, в рамках именно лексема арапиш, есть ли женский вариант арапиша? Я пыталась титать арапиша и арапина, есть и арапиша и арапина, встречается в контекстах именно с расширением, которое указывают, ведут нас на кипрские сайты, но нету какой-то негативной корректации, то есть я не нашла. А есть помимо какой-нибудь условной шри-ланкежа еще какие-то варианты этнонимов женского рода, которые используются именно в переносном значении? Шри-ланкежа нашла чисто случайно, только потому, что вот встретилась в контексте, в принципе, не занималась этим. Наши кипрского диалекта представители Шри-ланки для меня явились сюрпризом. То есть в Греции известно про филиппинок, известно, что их привозили в 80-х годах и активно задействовали, активно привлекали к помощи по домашнему хозяйству. То, что на Кипре это были шри-ланкейцы, для меня явилось сюрпризом. Хорошо, спасибо. Очень активно используются, вот шри-ланкежи появляются сейчас. Интересно. Интересно. Спасибо. Спасибо. Да, Ксения Анатольевна. Да, большое спасибо за доклад. Я бы хотела все-таки призвать немножко более осторожно делать выводы, потому что мне кажется, что в случае с мигрантами, если это чернокожие мигранты или из Шри-ланки или Филиппины и так далее, вы просто ориентировались на эти этнонимы, вы их искали. Но вы же не обращались к другим каким-то этнонимам с таким же тоже оперативным значением, а они тоже естественно будут использоваться. И в отношении кипрского диалекта оперативным значением могут обладать и этнонимы связанные с Грецией, как мы знаем, всякие каламарадес, и англичане всякие, и американцы, и кто угодно. Поэтому мне кажется, что вывод такой более глобальный наверное не стоит пока делать, но в целом конечно большое спасибо за доклад. Ну и по поводу вот этого арапа я опять же в сторону мифологии хотела бы немножко вас увести и задать вопрос. Не считаете ли вы, что это связано в том числе с мифологическими коннотациями арапа как вот этого мифологического персонажа, потому что мы его встречаем и в кипрском диалекте, и в греческом тоже. спасибо большое за комментарий. Безусловно в кипрской прессе, в кипрских блогах используются все те же самые оперативные этнонимы, которые есть и в греческом языке. То есть у нас есть и русские, и украинские, и шведы, и американцы, и кого там только нет, и англичане есть. Меня интересовал только араб, которого я наткнулась чисто случайно в контексте того, что вот албанцев у них нет в таком контексте, а есть араб. Что касается вашего замечания по поводу мифологии, в одном из блогов я нашла даже абсурдную версию по поводу того, что вот, а вы помните, кем был Отелло? Он убил свою жену, а араб – это плохо. Он убивает свою жену. Но это, это, конечно, из области фантастики, потому что Отелло был просто чернокожим, он был мавром, у меня обязательно был арапис, да, но вот там был такой комментарий очень забавный, на мой взгляд. Я думаю, что, безусловно, у нас здесь сплелась и мифологическая традиция, и те самые мигранты, которые приезжают на Кипр, и так или иначе не того оттенка кожи, более темные они, чем киприоты, поэтому, ну, еще раз, это только начало, это только зарисовка такая, случайно попавшиеся на моем пути Лексима, которая привела вот к такому докладу сегодня. Спасибо. Еще вопросы? Ну что же, тогда я думаю, что мы можем объявить перерыв. Спасибо всем слушателям этой секции, спасибо всем докладчикам, и мы продолжим нашу секцию, наше заседание следующее. 14.20 мы начнем. Всем спасибо, еще раз призываем вас, если кто-то хочет, у нас есть наш журнал кафедра, вам будет прислана наша рассылка, вы можете опубликовать материалы своего выступления в нашем журнале. Журнал следующий выпуск в июне, потом в сентябре, потом в декабре. Будем рады, если вы нам подадите свои статьи. Спасибо всем большое, и до встречи через уже полчаса. Спасибо. Спасибо.